Добрый вечер! 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 Я бы испугался, не в убийстве. Ну и так далее. То есть это две важные моменты. Ну и есть по этому суду, и финансовый крах. И это очень меняет человека, чем я что-то знаю. Потом это можно, ну как-то сказать, ну когда там, условно говоря, самоубийство, например, если оно есть, да, это же тоже, ну, те, которые вернутся либо слабостью, либо какого-то сдвига по фазе, да. И такое письмо, это тоже могло быть какой-то влюк. Ну и главное, ну, люди в каком-то состоянии, они могут делать какие-то доступки. Вполне, ну, если с точки зрения психологи, мы тут не психологи, да. Ну, вот, наверное, это вполне такой системный случай, там, написанный в учебниках, да. Люди могут не просто так, ну, с балкона прыгнуть, да, а может съесть что-то написать и даже отправить. А потом уже утром он, ну, что же я надел, например. Ну, я с чем с этим здесь не соглашусь. Путин, конечно, очень влиятельный человек. Его действительно могут облегчить, могут облегчить судьбу любого человека, в том числе Березовского. Но все-таки он не настолько влиятельен, чтобы сделать пальцем вот так, и приговоры судов российских исчезают. А как вы обижаете Владимир Владимирович? Я считаю. Вы что обижаете? Либо Березовский, либо Березовский должен был сидеть за границей и ждать, пока здесь все прекращено и отменено, либо он приезжает, его арестовывают, и он сидит там несколько месяцев или несколько лет, пока снова его дела пересматриваются, его милуют или что-нибудь. Но я, честно говоря, не очень верю, что человек, здравом и светлой памяти, будучи свободным в Лондоне, согласился бы приехать с таким риском, с таким риском, быть закованным, браслеты на выходе из самолета. Иван Буцареев, никакие браслеты никто не взял, просто вот это было. Отлично все еще закрыли. Убернулся, все закрыли. Небой подлечения, насколько я помню, не было приговоров. Не было приговоров, но были дела. Это разные вещи. Это разные вещи. Приговор — это никакого нет, никакой подписки о невыезде, это никаких домашних арестов. Это целый, и это пилом у них место, только было не доказать. Вскрывшиеся обстоятельства. Вопрос одной рабочей недели. Секунду. Вы мне так набрасывали, дайте мне закончить мысль. Я просто, я потому что... Это хорошо. Значит, я верю в Владимир Владимирович. Я верю в него настолько, что я не понимаю, какой бы он имел политический профиль. Прости, Павловского. Березовский на марах — это политическая победа. Березовский, кающийся — это политическая победа. Но Березовский крошел их. Он совершил. На него в 12 лет вешали всех собак. Ему вынесли два приговора в общественность на 19 лет. Ну, на 13. У нас поглощение. Ему еще как бы хотели решить дело о государственном перевороте. И вдруг ему вращается все. Он возвращается, не возвращается. Тем не менее, как бы становится снова нормальней. Какой от этого политический профит Путину? Я не понимаю. Это поражение политической победы. Путина или спецслужбам, которые под контролем Путина, убивать Бориса Березовского. На что, отчасти, не будем говорить, утверждает, но намекает ваш журнал? Яндорбив. Зачем он зовут? Значит, есть, к сожалению, есть некая череда событий, которая показывает, как при Путине поступали с людьми, которые в силу ряда обстоятельств оказывались вне пределов досягаемость российских судов и российских следственных органов. Но тем не менее, с точки зрения российской власти, являлись врагами государства. Яндорбив – это просто самая яркая история. Существует много историй более мелких, да? В Баку, в Сандуле, где происходили ликвидации чеченских командиров разной сепи и крупности, да? То есть… В Сандуле, как перебивайте. Даже, кстати, Лена Парфёна, парпёрность НТВ, по-настоящему, парпёрность НТВ… Ну, по-настоящему парпёрность… Да, 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 да. Сюжет… Сюжет… Казалось бы. Да, да. Ау. И всё. И Леонид стал не жалей с НТВ. Так что… Это было очень сложное… Дело не было. Русские связи. Опять же, мы не можем выразить, что Леониденко убили, но… Но это дело очень подозрительное. Нет, здесь просто я прошу прочитывать те слова, которые сказали, что Леонид Алексеевич, что если было что-то опубликовать, что же не опубликовал раньше. Иначе, говорят, чем Борис Березовский в 2014 году так опасен, что ли, условному Кремлю, чтобы… Условный Кремль или условный… Я не хочу демонизировать, как бы, Кремль, или… Скажем, путь на какую-то патологическую вместительность и желание, как бы, в его эфицирую достать свою политику. Но, тем не менее, как бы, есть некая логика, есть некая инерция, да? Да. Есть враг. Враг. Он был долгое время. Каталомный Магандин. Да? И вот, и в этом мы, наконец, добрали. В этом действии. Я представляю, эта версия, она может быть так, может быть и так. Может быть, он действительно… Иногда бывает все простое… Простое объяснение бывает самым верным. Может быть, действительно, все исследуют, все посмотрят, англичане выйдут и скажут, да, он повесился… Ну, инструкция… Ну, инструкция… Ну, инструкция… Вот такие, например, три вещи. Письмо, письмо, как бы, непонятно на какие… То есть, что Березовский мог предложить Путину за свое обращение? Угу. Непонятно, да? И плюс, вот эта, как бы, логика доставать, наконец, своих, как бы, врагов рано или поздно. Это… Вот эти три вещи, которые, на мой взгляд, позволяют, как бы, эту версию не отбрасывать, а рассматривать ее наряду со всеми остальными. Вот… Ну, извините, реакция Дмитра Пескова, да, на смерть Березовского, она была достаточно эмоциональной. Это не похоже на какое-то спланированное убийство и реакция, которая последует после спланированного убийства? Перевожу, перевожу на русский язык реакцию Пескова. Это меня потрясло, кстати. Он чуть ли не первым откликнулся, да? Значит, его речь переводится следующим образом. Березовский раскаялся, он разоружился перед партией, он больше не опасен, и у нас нет мотивов убивать его. Вот что он хотел сказать нам. Где вы согласны? Ну, это же… На самом деле, вот есть такая тема, что… Ну, конечно, у нас там, скажем, Кремль, и вот, ну, что говорит Белый дом, конечно, на нем очень троишь с таким отношением пиара. Ну, правда. Вот что-то кое-чему научились, в общем, да, и если посмотреть… Березовский стал опять, в общем, Дорбинцев, да, стал мейсмейкером недели, а то и двое. Да, да, да. Ну, что мы здесь сидим, да, я все знаю. Вот. Посмотрите, такую цену остановиться это идет. Ну, я всегда, блин, это чайный парень. Если пить, то пить все. Ну, ладно, если серьезно, да. И вот то, что там сразу на каналах, ну, все. Но я один, я дал интервью каким-то… Я НТВ, и Первый канал, и РТР, и НТВ, по-моему. То есть, ну, посмотрите на эту картину, что какая там была информация, там… То есть, они не могли без разрешения сделать столько массовое количество сюжетов, да, на центральном уровне. То есть, какая-то немножко была – делайте. Ну, в другой стране, надо даже больше мне сказать – делайте, что хотите. Потому что я не увидел никакой спланированной системы. Кто-то за что, как, где… Мамонтов даже не произносил слова «подонок», там, «крокодил», «бармарей» там, какой-то… То есть, какая-то была, вот, ну, как сказать, дряблость какая-то пропагандистская. Ну, никогда я не поверил, что… Вот если там все-таки… Ну, как убить все-таки там… Ну, как-то спланированная, ну, какая-то… Ну, как-то так, да. Ну, как-то так, да. Ну, как-то там понятно. Девленко – никто не ожидал, что он доживет. А у трупа не определяли бопологии. Ну, это как ему нужно. А она ей напишет там… То есть, потому что он слишком здоровый организм, протянул внешних, там, полтора дня и успели установить. Тут действительно были уверены, что все тем-то. А тут как-то, ну, в ванной, там, задушили. Ну, ну, как-то спланировать, что мы длинуем, что говорит Песков, что говорит… Причем, это сейчас же такие центральные каналы, вообще, информационные, они достаточно уже натасканные. Там не надо говорить всю правду. Там нужно, как теперь у нас политическая тема, знаки. Нападать в знаки. Сигналы. У нас есть их смысл, а? Понятно. И там человек говорит, я вас понял. Сигналы. Понятно. И говорит, я вас услышал. Слушайте, всю правду говорить не надо. И всем издеваем это какой-то… И мне говорят, схема номер шестью. И как мы издеваем видим схему номер шестью? Этого не было. Была какая-то вот… Я не знаю, у нас в эфире можно назвать. Глазность. Вот я тебя боюсь этого слова. Вот я увидел заботую глазность. А я, поскольку еще писал, что у меня это же в Глазность не работает, я эту глазность не хрубнул. Когда все начальники хотят что-то такое, и с другой стороны они боятся, и с другой… А я еще в концернерской комиссии не работал, там вообще беда была. То есть я думаю, давай что-нибудь там, перестраиваться, ускоряться, кат, ну да. А про это нельзя, а про это потом. А про это стрёмно. Но при этом давайте что-нибудь смелое. Ну, я помню, там написали мне про взрывки пьющих машин, как в Уфе. Это был премьерным, тоже очень смелый материал. А там, думаю, тоже плохие пьющи в Уфе. Вот смело. Это будет очень смело. Вот. И сделали бы последний номер шесть бы, и не было схемы. Глазность бы. Я это вижу, окопное пропагандист, что какая-то была растерянность в верхах. И плохо это сочетается со спланированным убийством. Вот, вот, правда. Правда. Ты хотя бы повторяю, как пьянчики, они как-то страшно тебе говорили. Вот совсем почти согласен, кто какой-то письмо покажет. Либо не надо было вообще об этом говорить, а сказали, покажите письмо. Вот и всё. Этот документ, факт, всегда сильно выглядит. Покажи письмо, и произноси потом любой текст. Что Виндзорский всё кончился, выдохся, он больше никто, звать его никак, не я ни никакого, он нам не это самое, не соперник, не враг и так далее. Я не знаю, зачем здесь все эти вещи. Какой-то аргумент из области, собственно, искусственная. Например, доктор, вот там, если вы смотрели на Таймс, там есть интервью с башней вот этой. Да. Виндзорского и, по-моему, брала сама Женя Эльбатсу, если она брала, то, конечно, очень сильно будет адаптировать. Я же на самом деле брала, даже из-под псевдона. Ну, потому что от башни дала бы интервью, он попал. Ну, нет. А Женя очень-очень здорово. И она подтверждает, что письмо с... Женя очень здорово чувствует слово. Это же опыт. Она умеет делать интервью так, что узнаешь в этом интервью. Ну, кстати, в моем интервью я узнаю в своей интонации. Это, кстати, довольно трудно. Очень часто я даю интервью, и говорит, что правильно, но это не я говорил. Ну, что бы ты делаешь? А Женя умеет. И там, когда раз спрашивают, вы едете письмо? Говорит, я девушка говорит, нет, не видела, там, он что-то сам, он вообще советуется с Леемной. А потом он мне сказал. Жду ответ. Я видел рукописный текст, он мне его прочитал, говорит, да. Он мне не говорит, будет отправиться или не будет. И вдруг как-то сказал, все, ждем ответа. Вот эта вот фраза, все, ждем ответа, вот она, ну, вот у меня чисто литературное доверие к этому тексту. Хотя, конечно, что это не было. Его фраза. Это не его, и вот как могла бы девушка именно вот так передать это жизнь. Вот я не знаю. Хотя, конечно, это не аргумент. Да. Нет, интервью страшно интересное, и нет никаких оснований не верить девушке, не верить тому, кто был в доле. Ну, смотрите. Во-первых, он показал ей рукописный черновик. Нет никаких, как бы, свидетельствия того, что именно это письмо было отправлено, а не какое-то другое. И во-вторых, опять, хорошо, покажите письмо. Что там могло быть написано, что Березовский, какую сделку, а скорее, это могла быть только сделка. Да? Ну, почему только сделка? А что вы? А что вы? Потому что это действительно было просто макаяние. Простите, пожалуйста. Простите. Ну, да это так вообще. Вот, например, Гухарь. Вот, типа, хороший писатель. Вот и первый тон мертвых души дикогордился, а второй сжёг. Ну, и доказано, что был уже сумасшедшим человеком. Вот в каком состоянии был этот писатель? Ну, мы же не знаем. Мы уверены, да? Всё может быть. Ну, Господи. Ну, иногда просто тупо с пьяным, значит, приходишь домой, утром ты росло как целый. Ну, нам, дорогая. Ну, что это? Ну, она говорит, что был весел и собирался на две недели вызывать. Смотрите, Андрей, вы в интервью в Ньютансе, в интервью Евгении Альбатс, на вопрос, убили Бориса Березовского, или он сам не снимал счёты жизни. Я говорю, если мне это неважно. Это будет правда. Ну, если уж мы такие же. Да, да. Это вам неважно. Ну, это вообще важно, убили его или он сам попросит? Нет, нет. Именно для кого же. Ну, блин. Вот я там тоже был. Вот я сейчас начальник коммерсант, я бы выпил бы мозг из своих подчиненных, что давать на такую, что-то чего-то. Да? Ну, профессия, работа, место работы, должности, да? Я просто обязан, мне за зарплату платишь, я должен сделать сенсацию, я должен первый вытащить каких-то. Ну, как? Ну, хочешь одну получать? Делай. Слава Богу, я не он. Тут у нас, я теперь это, господ хороший, да? У нас Боков ночью написал это, вот, до свидания, обратно, до свидания. Милый мой, ты мне вот тут. Мы это прочли в нашем интернете. Да, это так и все. И вот это, кстати, самое главное для меня это на самом деле. Ну, вот, самое интересное, как это относится Путин? Вот Боков дал версию. Она очень столь, она клевая, она талантливая, она прикольная. Вот. Вот, я, в основном, я считаю, в продукцию, я спорю, вот, выполню. Видишь, хорошо прочел. Все. Вы поаплодили. Ну, в общем, многие люди в эфире, мы в предможелые, говорят, а мне вот по-человечески, если мне, мне действительно пофиг. Это правда. Да не важно, я считаю, но в данном случае смерть это законодательный итог данной ситуации и итог жизни Бориса Борисовского. Не такая именно смерть, причем мы называем, какая, а вот в этот момент ему лучше всего бы не умереть. Вот, клянусь. Вот я так считаю. Ну, не уверен, что само согласно его дети, конечно, или Ваня, он сам. Ну, может, они нас слушают, и меня проклоняют. Ну, я говорю себе, да. Я считаю, что это самое законодательное. После выхода из, на порог этого Высоколовского суда, он уже был трупом. Вот Андрей говорит, что самое главное для смерти, да? Вот этот факт. Вот для его статуса, для логического поклонника, важно ли он или он сам? Понимаете, для поклонника уже, к сожалению, ничего не важно. Но у меня немножко другое отношение. Вот у Андрея, у него такое отношение немножко личное больше, да, вот к смерти. У него такое денежное, действительно. Он не имеет права. Но у меня немножко другой взгляд. Он, скорее, такой общественный, да? Я считаю, я скажу, может быть, вещь странную, может быть, кто-то решит, что это ценично звучит. Но я считаю, что и мне, как гражданину, и вам, и всем нам было бы лучше, если Борисович Белезовский тихо, спокойно скончался в кругу семьи, среди детей, жены, жён, врачей, глубокой старости от какой-то всем понятной старческой болезни. И ни у кого никогда не возникло бы никаких, ни малейших сомнений. Ну, это не его эстетика. Значит, а почему я считаю, что это важно? Ну, вопрос, почему это важно, мы ответим буквально через кормим сейчас новости в эфире в Москву, после этого вернемся в Штутин. А мы правильно на вас смотрим? Да-да-да-да. Да-да-да-да Что здесь мирился? «20 часов 30 минут в Москве на эфире новости у микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте. Здравствуйте. Этебаппинговая комиссия дисквалифицирована двух медалисток Олимпида…» Ну, я, честно говоря, идиился у вас, что очень много людей Просто смерть при уголь подожженного Чудакова, из моих там знакомых. Ну, хотя надо сказать, что в горе питали какие-то городские чувства, этого не было. Прямо это прям был шок. А люди, которые... Шок, да, очень много. У меня даже, у меня работал коммерческий директор, Паша Теренков, сейчас в Генгаре. А вот в Генгаре, конечно, там ездил в Лондон, в Лондон звонит, да, слушай, Ну, конечно, давно был человек береговский, у меня скупая мужская, говорит, давай поспакал. А я, ну, я сначала просто не пил уже, ну, я говорю, Паш, ну, ты снова не пил. А он-то, он не терпелся от Береговского, от полного. Вот, даже вот, абсолютно такой сильнейший, холодный человек. Ну, вот, ну, еще много таких людей, прям реально. Такая интересная спецификация, с чем ты связываешь? В чем дальше? Ну, в общем, он был такой, он проникал очень глубоко. Вот, я-то думал, что вообще, ну, кто такой Березовский там уже? Казалось мне, ну, что вообще, я-то, ну, абсолютно сейчас... Он был очень же умным, который активным? Ну, он в труд был, в стране, что нельзя. Ну, видимо, я освободился, я был уверен, что абсолютно был в Генгаре. Ну, казалось, нифига, да. Вы издали декларации... И, наверное, очень много людей, тут... Ну, сейчас, ну... Задите, вы, подых-то, берегите, сейчас остановлюсь, Повторюсь, я же заканусь, я же заканусь. Передача. ...будут опубликованы на сайте Думы в течение двух недель. Что касается расходов, то эти данные, как пояснил Шувалов, депутаты представят сами, если их расходы за 3 минувшего года окажутся выше доходов. Ген Ассамблея ООН приняла первый в истории международный договор о торговле оружием. Его поддержали подавляющие... Ну, кстати, потому что на Алькутске есть... Прекрасно, я просто... Я просто не читал, это здесь прекрасные ответы. А я, кстати, говорил... У нас в первую очередь, у меня третий даже в Риге. Не в Рами, не в Хами, не в Тигане, скажите, вот так... Нет, ну это красиво, блин, что ли. Да, ну здорово сделано, подряд, если всё идёт. Да, и на Волошин, да. Волошин, наверное, снимаешь, да. Я и пусть говорю, у меня третий... Ну, я не хожу в Вошинский режим, то есть она... ...в общем-то не сделала. ...все сомнения и вопросы, поэтому его необходимо изучить. Лучшим не игровым фильмом 2012 года члены Российской академии кинографических искусств Ника назвали картину «Любови Аркус». Антон тут рядом, рассказывающий о жизни мальчика-аутиста. Как передаёт агентство «Агеоновости» лауреата со сцены объявил лучший министр финансов Алексей Кудрин. На погоде в Москве завтра без осадков температура днём от 4 до 6 тепла. Роман Грюсов служит информации «Эхо Москвы». Эхо Москвы и компания «Артибиай» представляют программу «Обложка-1». Снова эфир программы «Обложка-1». В студии ведущий Суфикош Вернадзе. Наши гости Андрей Веселев и Михаил Лагин. Мы говорим о Борисе Березовскому. Сегодня я после определённых... Да, я просто быстро закончил. Почему я считаю, что всем нам было бы лучше, если бы Борис Березовский умер своей смертью, естественной смертью, в неприсомнительных обстоятельствах. Потому что то, уже сам факт, что мы обсуждаем вообще саму вероятность того, что, там, предположим, его могли устранить, и не его, а Литвиненко могли устранить, или ещё кого-то, да? И это свидетельство о том, что вот это как бы насилие часть является частью, к сожалению, вот этой нашей жизни и политической культуры. Поэтому мне, как вот человеку, неприятно и тревожно и страшно, когда и когда убивают адвоката Маркелова, убивают члены социалистических организаций, и когда полковника Буданова убивают чеченские мстители, и когда казанского муфтия взрывают, значит, радикальные слависты. Это просто говорит о том, что... И я не испытываю, честно сказать, опять же, я, наверное, зажлю кого-то, я не испытываю никакого патриотического подъёма, когда там какого-то чеченского командира убивают в Стангулы, расстреливают, значит, ликвидируют, явно, декабликация спецслужбами, а потому что это значит, что мы живём в опасном мире, в опасной стране. Политическое убийство, насилие политическое есть часть этой страны и нашей жизни. Вот поэтому я считаю, что плохо, что так вот Борис Анатольевич умерли. Ну, не так, что он так умер. Может быть. Может быть. Может быть. Как это драматизировать? Вот, скажем, если кто был террористом, и все были, да, только встанет автобус, как он взорвётся, то дискотелка, да, в другой момент же можно подорваться, а что, люди ходят, смеются, по магазинам ходят. Ну, вот важно же. Они привыкли так жить. Ну, и нам пора уже привыкнуть. Жаль, что-то не хочет. Ну, что же не хочет. Пора, а давай, да. Давайте к Березовскому нанесу. Вот очень интересно понять, человек, который был таким самогущим, да, и, ну, вывел мир в какой-то определенный момент. Как так получилось, что он стал столь не актуальным? Потому что, если даже его сравнить с тем же самым Ходорковским, у нас когда-нибудь всё ещё больше и больше набирает оборуду и актуальность. А Березовский какой-то момент стал, в самом деле, вот таким. Как так получилось? У меня всё это, почему-то очень похоже на Березовского, на Ходорковского. С Ходорковским проще, потому что, в общем, история большого насилия, у нас с политикой. Ну, то есть, у нас у нас у нас так, ну, чисто... Экономическое. Нет, нет. Ну, просто не интересно. Вот я, например, помогал Ленинскому, да, потому что он просто не симпатизировал. Ну, никаких он, это, то есть, он величёный вкладывал больше, чем симпатии, и Николай не верил, что Ленинскому победит, ну, вот он так считал. И это факультативное было значение. А так, там, например, он просто холдал от человека, ну, в его профессии было забывать деньги. Слово говоря, да. То есть, определенное количество заработок перешло в качество. Ну, например, остался подло, ну, как-то села с хермы, там, что-то, налоги приняты, там, что-то обмалывают, да. Ну, просто, он был ниже его уровня. Угу. Ну, он о этом не поговорил. Ну, он, правильно, первый объявил, что он стоит 4,6 миллиарда, и я могу себе представить, всякие эти, раз нефти, пришли и сказали, ну, он такой, самый, один такой, пушистый, а, они же не готовы платить. То есть, Алексей сказал, что у вас нефть зарабатывает, ну, не синий нефть, не с чем у него там, лекс, а почему-то он принес налоги, а другие, вот это у нас же у врагов. То есть, сам Березовский, в этот момент, он ловчил, хитрил, и когда он достиг определенного положения, он, наверное, не стоит в пану играть в такие дешевые игры. Ну, почему он был депутатом, другой, да, кстати, он числится совершенно своим в Крымле. Какой бы все понимали, отдавали отчет еще такой слегка, ну, скажем так, неудобный, не рассказывал, но в принципе свой. И тогда он, ну, в каждом году обменили выборы губернаторов, он стал просто делать какую-то там фрацию, какой-то политический переворот, призывать письмы, там, я просто в Клиценте работал, отказывался еще от его названия печатать, потому что, ну, я же это все знал, да, и он буквально стал бороться с режимом, за конституцию. И в какой-то момент, если с точки зрения здравого смысла о чем он начинает говорить, он говорит, с ума сошли? это вообще классно все, да? Наверное, зарабатывал, могло сейчас тебе дать на откуп, тогда тоже аэрофлот отдам, ну, в какой-то момент, наверное, человек становился настолько, ну, как сказать, ну, ну, когда мы пили с деньгом, французский коньяк, я понял, как его всю жизнь пил, давно, вот это армянское, иногда, вы еще говорили, что армянские уши чем народы, ну, все это калитура, ну, все, и я уже не вернусь, а к партии Вильяму вернусь, ну, вот я так, чтобы понятнее было в нашем проекте, этого смысла, вот, а вообще-то я не в той же опере, да? Ну, когда ты заработаешь какой-то политический капитал, и на финансовый капитал, то уже играет на песке, для охоты, противно, вот так, наверное, где-то была ошибка, и Ходорковская береза была, страна-то не готов была к этому, он-то был готов, а на самом деле, он один совершенно глупый, он синий, мне кажется, вопрос, немножко другой, если я прямо понял, что, ну, вот как он стал таким людям, вот так и стал, да, он слишком поверил, ну, в адекватность своей позиции, на, вот, плохих, на нашей стране, я так считаю, едва ли не каждая, там, условно говоря, письмо у Ходорковского из тюрьмы, за последние, десять лет, почти, воспринимается, как какой-то инфоповод, еще что-то, да, ну, это, некая история, некая история, а, письма, которые писал Березовский, особенно, в последнее время, там было, когда были, молодые, сейчас секунду, на Ходорковском, работают очень профессионально, а на Березовском, работали всякие халярщики, понимаешь, не, нет, 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 это ответный вопрос, потому что, если вспомнить письма, о которой Березовский писал, там, например, когда были мессенды на базу, там было обращение к молодежи, обращение к патриарху, по-моему, еще что-то, и все как-то, читали морщинь, да, что это, что это, что это, что это непонятно, что, но тем не менее, в котором Березовский стал, стал распространяться, не всерьез. Ну, просто он далеко, был умиграцией, много лет, все-таки это имеет значение, а ведь, он, конечно, уже был фигурой, никакой, вот, вот, когда он совершил вот эту ошибку, он сказал, я же не думал, ну, наверное, он думал, что-то он там поменяет, уже будет что-то, вот, да, ну, я не знаю, я видел, что, наверное, его окружение видел. Но он неадекватно оценивался. Все, да, он неадекватно, да, да. Причем, вы согласны с тем, что писал Березовский, что для него еще такой ключевым, перезонным моментом, когда он потерял смысл жизни, о котором он говорил, своему другу, да, был, когда английская судья сказала, господин Березовский, то есть вы занимаетесь самодном. Это не то, что он проиграл в суд. Ну, как? То, что? Да, да. А то, что вы занимаетесь самодном. Ну, что было чудовищно, это было хуже, чем, ну, как бы, проигрызление. Угу. Это да. Его признали, в Лондоне, а там это, вот, если у нас судья что-то про вас сказал, хоть что-то вы там, зеленая лягушка. Ну, никто же из ваших друзей, хуже не станет. Нази тебе понял, кто вы, кто судья, да? Он говорил, что, на судью своего бежать? Ну, он придет в голову, здоровый человек, он такой же, как мент, а, ну, вот, или не депутат. Ну, а там это, это серьезная штука. Там судья, будьте небезны, он там в буклях, он там сидит, налезть на мешке с личной шерстью, и его дедушка и прадедушка был судей, там это, будь здоровым. И вот там вот эти словесные приговори, они могут быть, в действии нет, чем, скажем, материальные. И, поскольку Борис, действительно, долго там жил, действительно, очень ассимилиировался, ну, а как вы думаете, если кто-то судился, он судился, сегодня что-то там делал, да? Ну, это был просто удар, молотком. Почему Борисовский пошел на этот суд с Абрамовичем? Ну, нет, пошел он на суд, зачем он пошел, собственно, в адрес? Абрамович не пошел. Он был почти стопроцентно уволен, что он победил. Нет, вообще в целом, я имею в виду, что он пошел. Ну, таким образом, он пытался выполнять. У меня такое ощущение. Ты правда писал письмо потом Абрамовичу с Абрамовичем? Я ничего не знаю. Ну, я слышал эту тему, слушал эту тему, но я просто чем могу сказать. Тут, может быть, очень много спекурованных. Ну да, здесь действительно можно говорить разные вещи. Меня вообще поразило, когда я узнал, что это был бездокументальный суд. Ну да. теперь я знаю, а тогда меня это просто поразило, что люди пришли как бы судиться, уходиться буквально. Да, есть документы. И я думаю, почему, может быть действительно на Березовском это произвело такое дежёвое впечатление и поражение. помимо материальных потерь, то, что он не прислал деньги, на которые рассчитывал. Может быть, не может быть, опять же, это как олигарх, что он думал, что действительно суд английский как бы принял политическое решение. Березовский политический политический эмигрант, враг путинского режима, а Абрамович придворный кремлёвский олигарх. И он, может быть, думал, что суд это принял внимание, а он не принял это внимание. Ну, вообще, давайте, там, про Березовскую жизнь, плохо, но он не делает. Он очень хорошо разбирался в судебной системе. Это было одно из его хоббий. Правда, очень хорошо. И он знал, что это такой бездокументарный суд, это абсолютно нормальная тема. И когда судья объявила, что вот всё, бумажка хватит, мне больше не нужна бумажка, сейчас я буду думать, кому я из вас проверил. Это, ну, скажем, у нас, в нашей судебной системе, это звучало бы нынче, а вот нормальная тема. Есть такие суда, ну всё, я буду не трогать меня, я сейчас, четыре месяца беру, кому я верю. Это абсолютно нормально. Ну, я был уверен. Он, правда, был уверен, что, он, говорит, это был действительно дитишок. Он, по крайней мере, не хватило собрания, не сомневаюсь, когда он 50-50, он туда бы не попился. Потому что там не какой-то вскореспондент писатель, а все это ужас. Вот если он перестал, вот кто-то выходит, выходит, выходит на ступеньки, да? Да. Это что? Ну, я думаю, это сто процентов было. В общем, нет, хотя бы один, ну, выиграет, и вот уже был нормальный, потому что, я не видел, где-нибудь издержек, он все равно победил, по крайней мере, психологической победы, и там, и там, ну, ну, это, ну, так же, как я, например, когда я взял на смерть, я просто банально испугался позвонить его, Лени Горбунов. Угу. Просто испугался, вот, мне надо, я не мог, я ему ничего скажу. Ну, вот такая тема. А потом подумал, что, блин, все же я раньше не позвонил, а тебе, ну, ну, да. Ну, да. Ну, тут же вот как бы, я не хотел бы, я не знаю, это жуть. 8985-970-4545, это нюмеры для сообщений СМС, также можно присоединить сюда в эфир, с помощью, с помощью сайта www.echo.mosc.ru, и с помощью твиттер-аккаунта Вузгин. Если говорить, вот, да, действительно, как вы сказали, Александр Андреевич, что, что Березовский человек, который построил в известной степени все, нынешний модель российской власти, то, в том числе, есть сегодня какие-то политики, что ли, может быть, не правильно говорить, что той же величины, но той же, что ли, той же манеры, или это уже абсолютно другой политический класс сейчас, чем... А сейчас нет просто политиков, почему бы у меня классы ходить в полицию, есть хозяин, и все, остальные, да, остальные бурократики, класс бурократов на бизнес родился, просто, вот, наверх, да, бурократ, можно себе просто, пожалуйста, сейчас, куда-нибудь ткни, то есть, ну, не один, конечно, строил эту систему, ну, конечно, там, ну, ну, системы, разнообразные, не нужны такие, активисты, может даже быть, ну, точно, системы работают, сколько они еще будут, работают, будет здорово, машины крутятся, ну, 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 а если поговорить, именно, о том времени, когда он действительно всем накладил, какие ключевые, какие решения он принимал, которые, в том числе, были ключевые для России, для российской истории? О, ну, не знаю, ну, знаете, это сложно сейчас судить, не могу, вот так сказать, какие ключевые. Ну, так, ну, 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 они в этом момент, были диким, диковом разговором с Гусевским, очень. Вот я, вот я, господи, приятного, и тогда, он позвонил, они в одной гостинице сказали, ну, давай, ты, сын, хочешь у тебя, хочешь меня, надо что делать. Ну, Ну всё-таки два канала, одну. Всё, и мужчины встретились на территории, где-то на Дубае, выпали бутылку камикоз, решили, что у него это нельзя. Это нельзя, подтянули уже. Всё, и вот это вся банкирщина, письмо в одиннадцати банкиров, и началось. И потом кончилось всё это, и я сдаю внутри, почему я его очень дословно не помню, потому что он называл газет Коммерсанта. Если он был владельцем, он давал газет Коммерсанта, а то, что он для них это не убрал. И потом он сказал так, коммунисты думают, что они столкнутся с либеральной инновенцией, а на там наткнулись они на злориный оскал капитализма. Ну, хотя бы этого достаточно. Не, хорошо это или плохо, что тогда не победили коммунисты. Мне кажется, что это плохо. Но я, чтобы это понял, нужно не пройти столько лет. Не потому что я люблю коммунистов. Но это было. Это будьте любезны. Когда я с четырёх полиционерами рейтинга сделал и президент, ну, скажем так, поныслим, почти честным словом. Как это не передать своими звучит. Но будьте любезны. Ну, и недокогда сидели абсолютно. Я взялся работу. И Глахин, да и так. Они же думают, что всё, по неделю коммунистам. А за сет, четыре года назад, конечно, пока не делали связь, но всё было. И опять вы говорили. Оба варианта какие? Лепсюганов, 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 Лепсюганов. А кто хуже, понятно? Говорит дальше Лепсюганов, 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 Лепсюганов. Там думают, что это хуже, наверное, Лепсюганов. И все сидят и прилетят. А если делали полет отделе, то есть полет, Лепсюганов, полет, Лепсюганов, так, не полет отдел, а полет, что-то, ну, как это я, посредством. Вот, вот полная бесполезность. Здесь так, на Мариске, она тоже озвучена была. Он сказал, фигуру не было. Вы не оригархи. Вы только умеете встраиваться в процесс. А я возглавлю процесс, я его придумал и возглавлю. Кто делал единственное? Хоп. Хоп. Вот. Абсолютно шансов нет. Все, две политические силы. Ледушков, Трамаков, Ледушков. Ну, опять же, хорошо, я не понял, но это не буду рассуждать. Вот просто два переломных момента судьбы России, которые, действительно, в них, ну, как бы, предыдущего награды были. Хоп. Вот почему, Софико, на ваш вопрос так трудно ответить. Потому что, да, влиял и был участвовал в принятии судьбоносных решений, но последствия их очень неоднозначные. И очень, как бы, разному могут тактоваться. А кто же вы все-таки в эмиграцию поставил? Сам Владимир Владимирович или семья? Так, никакой семья, здесь детский сад. Как-то все в нем придумал семью. Ну, была некая структура, понимаете, семья, да? Ну, что здесь поставил в эмиграцию? И он посадил просто. В одночасье, как бы, вдруг разрешили, разрешили уехать. Почему? Потому что он был более не свой. То есть он уже, ну, просто чутко, даже не знак никакой. Ну, так, к Бадре мне рассказал. Кстати, к Бадре мне было друг, он подверг Бадре Петерисович. К нему, кстати, неплохо относились. И он во здание попал просто, ну, как бы, с Павлович Брезовский. Ну, такая тема, что он возьми к Патрушу. Ночью голубанку. Он приезжает. Он говорит, что, Стёра, у тебя джинс-свитер там. Ну, а чё это ты, говорит, в таком виде крюсовом? Здравствуйте. А как? Я перед кольцом, ну, там. Ну, как я с этим... Я бы сказал, Бадре, ничего личного, всё. Чтоб тебя завтра не было. Ну, прям слабое, понимаешь? Ну, и там было по моему запасу чуть больше часов. Ну, понимаете, в журнале? Ну, не думаешь, это лишь на Путина он сказал? Ну, бедерку передаваешь, да, ували, и не веку. А вот завтра утром тоже буржи. Сядешь. Здесь в журнале «Нью-Таймс» ещё прекрасный, очень коротенький мейтенант, что он напишет о Березовском учебниках истории. «Нью-Таймс» обратился к тем, кто были союзниками или оппонентами оригархов 90-х. И первые три ответа. Татьяна Юмашева ответ следующий. На выше письмо она не ответила, она выходит на свои стольки тогда, как пожелает. Это ответ из Хонда Бориса Ельцина. Александр Волошин, бывший глава администрации президента. Ответ из приёмника. К сожалению, он не будет комментировать эти моменты. Он просто сказал, я не хочу. И Константин Эрнст, генный директор Первого канала, из-за ответа директора общественных связей Первого канала от него нет ответа, бросают трубку. Типа все для себя Березовского коктейла закрыли и перечеркнули? Или комментируют что-то с ним, связанное с собой дороже? Ну, как сказать, Бог бы я не даю, Бог конечно. Кстати, где-бди-бди-бди-бди, где-бди-бди-бди, где-бди-бди, где-бди-бди, где-бди-бди-бди. Потому что, так же, вот, к нему всё. Ну, собственно, да. шеф-родактор МИЗОВСКОДОВНЫЙ ГОМОСАД, просто вот фильтровать. Ну как, в этом ничего не было, ничего нет, противоестественно. Просто отвечаешь за структуру, за людей, ну и фильтруй базар. То есть, из-за себя, кстати, известно, что коммерсант Беляновский скорее положительный? Очень положительный, да. В чем? А вообще, люди просто понимали, что... Поняли, в чем-то не раз, начался, просто поняли, что есть владелец. Это такая системная неприятность. В общем, да, владелец неприятный, да, но... Но это не имеет отношения к капсулу политики. У вас была темная свобода по контенту? Хорошая история. Ну, вы писали. Я все очень интересная. Свободная, я просто считаю, что на такой свободе слова нет, и есть ответственность за базар. Это было дело совсем. Но, во всяком случае, ну, вот, сказалось, что это решение... Ну, был такой момент, когда он устроился в дебиральную Россию, да, он так серьезно к ней относился. За неправок рекламы вот эти, что ли, где... Да нет, он это понял. Это не то, что это шутка какая-то. Я говорю, ну, что ты падаешь? Ну, я хожу, давай опубликую твоим возвратом. Команалу решит. Завтра придет Немцов. А как же я ему откажу? А позавцову гуров. А вот я буду публиковать эти... А что он мне встает, как будет читать? Давай, по крайней мере, на этом зарабатывать деньги. Ну, вот, ты взбратил это. Я тогда могу сказать, ну, соус, ну, да, кому угодно. Я говорю, да ты заплати по-моему, это же, наверное, через юристов, чтобы не попасть под суд. Все. Я говорю, а потом ко мне придут. Тогда, о чем дело? Я говорю, это у меня реклама. Реклама? А где у вас оплата? Не знаю. И что? Ты хочешь в полицию? Да, я хочу. Ну, можешь в платить. Тем более, что это твои, говорю, в сущности. Ну, так что это нет. Это будет в полиции серьезная вещь. Но был один раз момент, когда, если говорить, бюро на Россию там создалось, все равно, к ней относилось, а к ней бессмысленно относиться было нельзя. Ну, то есть, как ты об этом писал, как вот, изо всех сил задерживаешься, вот. Ну, писал, ну, как бы, вот, целое было явление такое, да, понимаете, существует на то и. И он, собственно, извинился, что вы издеваетесь. Я говорю, ну, Боже, ну, ты сам за мной издеваешься, Боже. Вот, что-то придираться нельзя, там. Ну, как читают, понимаете, все это все, вообще, гемористический, там, рассказ, да. И там кого-то хоронили, и танюш-то меня прославили. Понимаете, там стало очень смешно, знаете, из похорон. Хотя, там, как-то ничего смешного, нет, ну, значит, мне звонок было, если так, надо уволить Павлюшкина. Я говорю, Боже, ну, Желулин, ты че? Ну, Желулин, как только написал, я смотрю, Волин, да, думает. Ну, здесь сегодня звонит, говорит, слушай, а ты пошли к Павлюшкину, чтобы он написал. Я говорю, подожди, вы же были, да? Я говорю, я вам все-то отложил. Вот так, вот так, как раз смешно выражили. На самом деле, все, прекрасно понимаешь, что это некий инструмент, которым можно работать так, а так нельзя. В конечном итоге купил за 4 миллиона, принялось быть 50. Многочка за 7 лет. Для медиабизнеса такой рост, использовательный актив, он вам дорогой, да. Ну, нет, и то, что люди, которые там работают, они понимают, что это журналистка, это про весь изгаз в уме. Там нельзя брать деньги за джинсу не потому, что это опасно, потому что это неприличное, потому что это начальство, оно ни при чем не принимается. Я у меня была чуткая фраза, ребят, за отношения с Березовичем, манить за отношения, я все сделаю, чтобы было вообще на злое тут такое. То есть, как не в мете, вы узнаете, да? Все. Мне за это платят гораздо больше, чем вам. В разы. Выбернил себя, это моя миссия, да, чтобы вы писали только, что за рот даже как хорошее луну проходит. Ну, собственно. Вот за рот даже хорошее, плохое должно быть, все. Так что это для Комиссаровича было очень благотворное такое мнение. Даже лучше, чем сейчас. Это я не к луке. Да, это моя ремарка в воздухе. Спасибо большое, к сожалению, наше время подошло к концу. Благодарю наших гостей. Это Андрей Васильев, журналист, бывший главный редактор «Журнала Коммерсанта», и Михаил Другинов, главный редактор «Журнала Коммерсанта», были у нас в студии, говорили мы о Борисе Березовске. Программа «Обложка-1» каждый вторник в эфире на радиостанциях «Москва» и телеканал «РТВ» ведущийся Пикош Варнин за технику. Спасибо. 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 Обложка. Спасибо вам. Спасибо, спасибо вам. Голода, кончишь, кончишь у меня все-таки, привет.